Европейские предприниматели пытаются наладить связи, главы европейских же государств регулярно голосуют за продление санкций. А ведь всего одного смелого голоса было бы достаточно, чтобы санкции отменить. Но ни один из двух европейских лидеров, участвовавших в пленарной дискуссии, президент Болгарии и премьер-министр Словакии, даже перед женщиной, ведущей Софи Коши Варнадзе, записываться в храбрецы не рискнули. Вы можете проголосовать против продления? Я лично не голосую, потому что Болгарию в Европейском Совете представляет премьер-министр. Мы продолжаем наш эфир. Я приветствую уважаемых гостей, наших замечательных экспертов в этой студии. Хочу обсудить с вами произошедшее на этой неделе в Санкт-Петербурге. Все-таки такой большой экономический форум, я так понимаю, что он оказался масштабнее, даже чем планировали его организаторы. Конечно, он разрушает сразу много мифов и об изоляции нашей страны, и о том, что экономическое сотрудничество невозможно. Но самое интересное, на мой взгляд, было, когда зашел разговор о новых правилах игры. Они действительно изменились, Владимир? Как у вас, какое ощущение? У меня ощущение, что есть... Они есть вообще, правила игры, или их нет? Правила игры динамично меняются, и, к сожалению, основными структурами, которые корректируют эти планы, являются пока еще европлантисты. Но уже мы видим восход нового солнышка, и я бы отметил в первую очередь не увеличившееся количество стран, увеличившееся количество участников. Мне кажется, важнее те тектонические сдвиги, которые происходят по темам. Если мы посмотрим на контракты, которые заключались, если мы посмотрим на представителей компаний, которые присутствовали, на тематику переговоров, мы увидим, что очень большой сегмент энергетический, промышленный, айтишный. То есть там, где инвестиции приходят всерьез и надолго, и приводят вместе с собой еще и очень серьезные технологии. Это не может не радовать. И самое главное, посмотрите на пленарном основном заседании, кто присутствовал. Я бы обратил внимание на представителей Болгарии и Армении, тем более, что Болгария традиционно отличалась избыточной лояльностью к своим заокеанским покровителям. Вы решили остановиться на Болгарии именно, что как бы судьбоносного в участии Болгарии. Вы знаете, это очень показательно, когда небольшие страны и очень конъюнктурные почувствовали конъюнктуру и стали разворачиваться. Вы решили остановиться на Болгарии именно, что как бы судьбоносного в участии Болгарии. Вы знаете, это очень показательно, когда небольшие страны и очень конъюнктурные почувствовали конъюнктуру и стали разворачиваться. Понятно.